Приветствую вас! Мне бы хотелось немножечко разобраться с тем, что вы написали. Я работаю кондуктором, у меня есть водительница. Она мне очень очень нравится, но она замуж. Она, то есть водительница, знает, что я не люблю. Но она немного знакомая девушка. Правильно я вас понимаю, что вам нравится водительница. Вы ее не любите, она вам просто нравится. Она знает, что вы ее не любите, но знает, что вы испытываете к ней симпатию. И поэтому она ревнует знакомой девушке, вашей знакомой девушке. То есть получается следующее. Ваша водительница, она замужем, она знает о вашей симпатии к себе. И она, по сути, не позволяет вам как-то жить, если я правильно вас понял. Она не позволяет вам жить своей жизнью, принуждая вас к тому, чтобы вы как бы были с ней, чтобы вы не ушли от нее, чтобы вы продолжали оказывать ей знаки внимания. Но при этом она ничего вам не обещает. И вообще говоря, она замужем и у вас нет никакого будущего. Потому что уходить от своего мужа она не желает. Вы знаете, если вот ситуация именно такова, как я описал, то вам нужно в первую очередь, наверное, самому определить для себя. Будете ли вы строить, например, свои отношения на основании равноправных искренних чувств и эмоций? Или вы будете ждать, пока эта женщина, ваша водительница, к чему-то придет, что-то для себя решит, а может быть и не решит. Потому что, как вы знаете, не очень это похоже на то, что она собирается уйти от своего мужа, да, с кем она сейчас в отношениях. И, собственно, ее можно понять. Потому что с мужем-то ей, скорее всего, уже не интересно. Муж ее, скорее всего, уже никак не удовлетворяет, не радует, он ей не интересен. А вы ей интересны, она хочет вас, ну, сохранить. Она хочет, чтобы вы были с ней. Но при этом она не хочет ничего делать для того, чтобы вам, допустим, было хорошо. То есть, чтобы вы были полноценным партнером в ее отношениях, то есть в отношениях с ней. И, знаете, обвинять вашу водительницу в том, что, например, она поступает неверно, я бы не стал. Ну, потому что, объективно, это ее право, это ее жизнь, и мы судить не имеем никакого морального права ее. Но, знаете, что я хотел бы вам сказать? Это, пожалуй, очень важно. Я хотел бы вам сказать, что мы, до свидетелей, не имеем права, да, это так. Но вы сами для себя чего хотите? Как долго вы собираетесь, например, как долго вы собираетесь терпеть эту всю ситуацию? Как долго вы собираетесь ждать, пока женщина там, например, к чему-то придет? Пока она что-то решит для себя, например. И как долго вы собираетесь быть, по сути дела, в роли, ну, не знаю, здорового мужчины, в роли любовника, или я бы не очень понял характер ваших отношений. Но, думаю, что вы точно не находитесь с ней в равных положениях. Вот как долго вы все это будете терпеть? Вот с этим для начала постарайтесь определиться, и тогда вообще, я думаю, будет вам более понятно, что делать и как вообще себя вести. Потому что, еще раз, женщина, она ничего менять не будет. И если вы примете решение, какое-то определенное решение вы примете, то никто не вправе вас за это решение осуждать. Никто не вправе, там, не знаю, требовать от вас чего-то. Потому что вы находитесь в своем нормальном, неестественном праве. То есть сейчас, как вам строить вашу жизнь. То есть тут нужно вам самому определиться, чего вы хотите. Вот как хотите, так я думаю, я думаю, все и будет. А по-другому, к сожалению, не получится. По-другому, по-другому, к сожалению, невозможно ничего сделать в вашей ситуации. Вот, думаю, так можно ответить на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!